Привет, это я, Лекасти, и у меня дополнение к теме о том, как собирать музыку, как ее сортировать и все такое прочее. Дополнение заключается в том, что я забыл упомянуть очень важную штуковину. Я вам там посоветовал, что нужно определиться с... ну, как можно выбрать самый-самый любимый стиль, то есть поначалу выбрать узкую стилистику, вот. Вот. Потом вы можете играть любые стили, вообще, чем более... чем многосторонний, многогранний диджей, тем лучше. Вот. Что я... о чем я хотел поговорить, и о каком стиле музыки я вообще забыл упомянуть. О так называемой корпоративной музыке. Поначалу она вам пригодится. О чем я вам говорю? Это попса. Это попса, это хиты 80-х, это все, что крутят по радио, это все, что в чартах, в чартах MTV, в чартах... Ну, основные два чарта, которые вообще задают политику, то, что будет крутиться там по радио и... ну, везде и по телевизору. Это Billboard. Billboard.com. Вот. Там вот все, что будет на радио, будет на... крутиться в клипах, это вот на этом сайте вы можете найти. Это так называемый чарт. Вот. Периодически его просматривайте и смотрите, какие... какие новинки, что интересного нового выходит, да. То есть если вы не особо любите попсу и не слушаете ее, то... и не отслеживаете ее, то... И вот вам поможет быть в курсе. Попса, как бы, да, как бы, это музыка, она прикольная, люди ее любят слушать, и она оттого и называется поп-музыка, от слова популярная, потому что ее слушает большое количество людей, вот. А вам, скорее всего, очень часто будет такая вот возможность подкидываться, отыграть на корпоративе. Это и Новый год, это и просто чей-то корпоратив, это и свадьба, юбилей и тому-тому подобное. Просто по деньгам это будет нормально, что за корпоративы неплохо платят. Вам, как начинающему диджею, деньги никогда лишними... никогда лишними они для вас не будут, вот. И просто будьте готовы, подсобирайте потихоньку эти все, чтобы у вас была такая папочка корпоративы, вернее, не так называть ее, корпоратив, вот. Где будет, там, хиты в 80-х, это обязательно, хиты в 80-х. Это вся-вся-вся-вся попса, там, русскоязычная, украиноязычная, вот. Верка-сердючка мне тут подсказывает. Верка-сердючка должна быть. Может, вам не придется играть, но, вот, она должна быть. Ну, и самая популярная музыка, какие-то хиты, там, Gold Collection, Romantic Collection, все это потихоньку добавляйте, чтобы вы были готовы, если что, отшпилить на корпоративе. Поверьте, на Новый год никому не нужна будет ваша концептуальная музыка. Все захотят просто бухать и веселиться, вот. А лучше всего люди бухают и веселиться, ну, то есть, если они не пришли на какую-то концептуальную вечеринку, посвященную техно, или посвященную брейк-биту, или посвященную драм-н-бейсу. Они будут веселиться под ту музыку, которую они знают, под знакомую музыку, под незнакомую музыку людям сложно будет танцевать, вот. И, вот, они не поймут вас, если вы начнете играть какой-то концептуал в виде минимал-техно, да. Вот, поэтому будьте готовы, чтобы у вас была в запасе тяжелая артиллерия в виде хитов 80-х и всей остальной попсы. То есть, в этом нет ничего такого, как бы, плохого, да, то, что, ну, то есть, корпоратив, он и есть корпоратив, то есть, это никто не скажет, фу, ой, фу, ой, ой, фу, какая гадость. Он играл на корпоративах, ой, все, он не концептуальный диджей. Ну, нет, ну, как бы, корпоратив это корпоратив, какая-то определенная вечеринка, это определенная вечеринка. Вот, и надо быть, ну, таким разноплановым, да, не надо так себе шорить, зашорить, я люблю минимал, и я играю минимал, и все. Вот, ну, нахрена вам это надо, любите музыку, она вообще классная вся. Вот, спасибо за внимание, кончайте корпоративную музыку, вот, и оставайтесь веселыми. Это я, Рикастель. Субтитры сделал DimaTorzok